МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но мы все-таки будем придерживаться этого названия. Так что отправляемся в путешествие по местам силы Ленинградской области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы проехали крепость в Капуре, свернулись с хорошей трассы, и теперь наш путь лежит по бездорожью. А это значит, теперь уж как повезет. И вот так под гром и молнией начинается наше путешествие. Вот такое зловещее у нас сегодня начало нашего путешествия. Вас это не пугает? Меня всегда пугает, когда я, оказывается, на дежурской возвышенности с целью посетить мистические места этой огромной территории. Здесь, если мы будем рассматривать Ленинградскую область, здесь мы обнаружим такую вот 150-метровую возвышенность. С одной стороны, она ограничена глинтом, а с другой стороны, она плавно переходит в болотный поезд. И вот это вот место, оно было издавна заселено людьми, первыми землепашцами, которые здесь жили. Эти люди были в основном славяне, естественно, вместе с угрофинами. Угрофины занимались охотой и рыболовством и жили за Балтийско-Ладожским уступом, который проходит прямо за этими полями. Здесь же, на ижорской возвышенности, жили и занимались земледелием наши предки-славяне. Это и есть место силы или просто теплое место, где лучше зреет урожай и лучше живется. Можем ли мы это место назвать тем самым теплым местом, вокруг которого ходит так много легенд, разных недосказанностей? Совершенно верно. Здесь еще есть и конвекционный вынос тепла из недр. Здесь находятся так называемые геотермальные аномалии. Из них поднимаются потоки тепла, которые достаточно хорошо изменяют микроклимат. Каким-то древним чутьем находили наши предки такие места. Это сегодня ученые с помощью материалов тепловой космической съемки увидели этот вынос тепла из земных недр. Это места естественного геотермального подогрева. Там обычно люди селились. Там они ставили молильни свои. Но лишь этих фактов недостаточно для того, чтобы считать место культовым. Обязательно должно было быть совпадение нескольких условий. Это должен быть вынос тепла из недр земли, магическое и мистическое место типа родника, небольшой тектонический разлуп. Это место становится наиболее здоровым. Вот в местах разломов земной коры и выходов эмунации и тепла, и радиоактивных газов. Ну понятно, что разлом известняковых плит здесь никуда не делся. Но давайте посмотрим, а сохранились ли все другие условия, чтобы считать это место культовым. Камень, к которому мы сейчас направляемся, не просто обладает мистическими свойствами, он еще является самым большим в Ленинградской области. И это видно даже отсюда. Вы посмотрите, каких он действительно внушительных размеров. Но, как и предполагалось, на нашей машине проехать вот по такому бездорожью дальше мы не можем. Поэтому мы отправляемся пешком, прихватив зонтики. Ну вы видите, что творится с погодой. По дороге мы увидели следы какой-то гигантской собаки. Причем они возникли неоткуда и уходили в никуда. А может быть, это был волк? Но мы поспешили к камню. Вот он, Петровичский валун. Самый крупный валун в Ленинградской области. Высота более 5 метров. В обхвате около 40 метров. На нем можно заметить выбитые силуэты. Относится он к памятникам природы. То есть я вычислю в Ленинградской области к особо охраняемым. Но, к сожалению, здесь не особо идет охрана, поскольку лазают альпинисты очень часто. Ну вот не случайно здесь вот такие камни рядышком находятся, да? Это вот вполне закономерно. Обычно один такой камень, он редко когда бывает встречается. Ну один камень редко встречается. Другое дело, что не замечают. Люди не обращают внимания. Они обращают внимания на один отдельный, и считают, что это отдельный настоящий камень. Одни ученые считают, что камни – это как астрономические знаки или знаки для определения направления. Другие считают, камни поставили пришельцы или представители других цивилизаций, которые, ну в общем, тоже оставляли камни для своих целей. Сегодня, конечно, все закономерности нарушены. Поле чистили, камни складывали по обочинам. Но, возможно, что-то и сохранилось на своих местах. Этот вот камень служит как бы часовней перед большим храмом, который является главный камень. Здесь есть такое место, углубление, такой чашечки такие, куда можно капнуть воды, масло, молока и так далее, совершить некоторые приношения. Следующий камень побольше, и, наконец, таким образом мы переходим к главному камню. Также, в общем-то, расположены культовые здания и в христианских храмах. Есть разные гипотезы, откуда появляются у нас камни на русском равнине. Одна из них, наиболее научная, которая поддерживается ученым миром, это «Принесли дни». Это фактически граница между двумя мирами. И, собственно, для этого этот самый камень получился ну, прямо на месте, куда, если бы люди хотели, они бы его сами должны были бы поставить. Но я не уверен, что они его поставили. Скорее всего, это действительно шутки ледника. И так получилось, что вот он совпал с действительно фронтиром одной цивилизации и началом другой. Изначально постаралась природа, а затем довершил картину человек. И это уже наша история. Ученые рассказывали, что, может быть, такие камни ставили на местах старых битв. Под ними могли хоронить воинов погибших, могли хоронить доспехи. Если там под ними что-то хоронили, то они должны были поднять глыбу? Для того, чтобы захоронить под камнем, обязательно его поднимать. Достаточно сделать подкоп. В Вологодской области есть один энтузиаст, который уже больше 10 лет делает подкоп под камнем. И прокопал достаточно глубоко под ним. Зачем? Ну, ради исследовательских целей. Этот валун притягивает людей к себе. Многие верят, что он помогает преодолеть беду и обрести счастье. Интересно, что и ученые не отрицают возможности воздействия на людей подобных мест. Кто-то приезжает к камням, начинает собирать камни, другие камешки на полях небольшие, строит лабиринты. Потом приводит людей, и они вместе ходят. А что это такое за интерес такой людей к камням? Как вы думаете? Кого-то тянет. К некоторым камням просто тянет. Вот к этому камню тянет, например. У меня есть желание постоянно приезжать и приезжать. К Вильцеву камню не особо тянет. Есть камни, которые как-то съездишь, а после этого у тебя какие-то события нехорошие в жизни могут начинаться. Есть такие мнения, что камни определенным образом влияют на людей. Ну вот известно, что к таким камням люди приходят для того, чтобы как-то отдать дань с одной стороны уважения, традиции, каким-то обрядам, чтобы полить его чем-то, чтобы полежать на нем, зарядиться какой-то энергией. Как вы к этому относитесь? Если природные силы, сконцентрированные в этом самом камне, идут кому-то на пользу, то отчего бы и нет. Но когда при этом еще и разрушается камень, вот эти вот скобы ужасные, вбитые, это, конечно, я не могу приветствовать. Ну а залезать на камень нормально? Я бы не стал. Я не стал бы потому, что камень покрыт мухом. Он служит перебежищем жизни других растений, животных, маленьких насекомых. Я вообще не хочу никому мешать в этой жизни своей. Пусть здесь все будет красиво, так, как оно было. Интересно, что на самой Ижорской возвышенности нет никаких водоемов, ни рек, ни озер. Но заниматься земледелием без воды в те времена было нереально. Значит, вода есть. Где же она? Вспомним, что сразу за полями знаменитый уступ. Если чуть спуститься, открывается новый ярус этого многослойного чуда. Спуск к этому водопаду достаточно опасен. Но, тем не менее, мы не могли пройти мимо, чтобы не показать вам вот это чудо. Поскольку вода вот в этот водопад поступает прямо из-под земли. И это еще одна природная аномалия. Известники легко растворяются водой, разрушаются и образуют множество воронок, каналов и трещин. Их называют карствами. По ним обезжают и выходят на поверхность вода в самых неожиданных местах. Наши древние предки об этом не знали, но относились к самому явлению с большим уважением и почитанием. И это правильно. Они действительно прямо бьют из-под земли, из-под камней, непонятно откуда. И считается, что грех пройти мимо, надо обязательно окунуть хотя бы руку и почувствовать вот эту студеную ледяную воду. Очень интересно получается. Камень гранит, известняк он мягкий и более древний. И получается так, что сверху гранитные массы, хотя они по времени происхождения сильно древние известняка, они все равно оказались сверху над известняком, потому что их принес ледник. Получается так, что происходит такое искривление коры и дополнительный напор вот к этим самым ледникам. Неслучайно оно было местом поклонения многих сетевых лет. Да и сейчас находятся люди, которые приходят сюда именно для того, чтобы прикоснуться к древним силам. К этому месту нужно относиться как к модели. К модели механизма, который дает людям силу. Но не как к самому механизму. Это очень важно. А мистика, она в головах людей больше? Ну да, конечно. Если это место считается светлым, то у камня, к которому мы сейчас направляемся, сосредоточены все темные силы. Во всяком случае, так говорят в народе. И тот камень считается самым мистическим. Вон, видите, тучки. Все над велесом поливает, над велесовым камнем. Иногда его бесовым камнем называют. Вот скоро мы туда отправимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok